Продолжение следует... 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 Под руководством некогда очень известной канадской пары, в настоящее время пробующей себя на тренерском поприще, это Мария Франс Дюбреа и Патрис Лозон, выступавшие за Канаду. Вообще, в принципе, можно ребят поздравить, у них закончился сезон, я так и понимаю. В принципе, катались очень неплохо, мне понравилась, у них очень хорошая программа в этом году, что короткая, что произвольная. Конечно, обидно за Твизу, но в целом это случается. Да, и в целом они вообще молодцы. Если вспомнить, как катались их нынешние тренеры, то хотя бы Олимпийские игры в Турине мы можем вспомнить, когда неудача постигла этих спортсменов во время короткого танца, и в итоге там партнерш настолько сильно упало, что даже не стали выступать в произвольной программе канадцы, и это было, конечно же, очень серьезным разочарованием. Если говорить о разочарованиях для российских спортсменов на текущем чемпионате мира, то их помимо неудачи Никиты Косолапова на Твизлах, что повлекло за собой фактически отсутствие элементов, вот сейчас мы как раз видим, как и испанцы на этих самых Твизлах ошиблись, я напомню, что буквально в день рождения Екатерины Бобровой были вынуждены сняться из-за травмы партнера. Обострившиеся старые травмы Дмитрия Соловьева, еще одни наши лидеры Екатерины Бобровой и Дмитрий Соловьев, и в итоге лишь только два танцевальных дуэта из России остались сейчас на чемпионате мира в соревновательной программе. И в связи с этим встает вопрос относительно завоевания трех мест на следующий чемпионат мира, который пройдет в китайском Шанхае. Напомню, что двум оставшимся парам нужно занимать суммарное место не ниже 13-го. Соответственно, сейчас пятое и восьмое места, что называется, по кромке идут россияне, но все-таки я не просто верю, я полагаю, что вполне возможно или иных поцелопов побороться не просто за призовые места, но даже, наверное, и за золото, ибо отставание совсем небольшое. Я согласна с тобой. Будем за них болеть. Обязательно будем болеть, и вот сейчас напомним, наверное, как идут спортсмены в сильнейшей группе. Первое место занимают во многом немножко неожиданно накопили Нилу Кланоте 69 баллов и 7 десятых. Отставание Кейтлину Верендрю позже всего лишь полбалла. Третий результат у Натали Пшала и Фобьяна Борза. Ну и 65-67. Это результат Елены Ильных-Никиты Кацелопова, который на пятой позиции 4 балла, даже меньше. Это, конечно, отыгрывается за произвольный прокат. Ну а пока оценки Сарюртады и Адрио Диасова 82,41 и по сумме двух программ они набирают чуть-чуть больше 137 баллов.